я врач терапевт но со временем стало больше больше заниматься превентивной и интегративной медициной и сейчас лечение анемии и железодефицита это моя миссия я считаю это невероятно важным во первых обратить внимание всех женщин на эту проблему и сейчас я расскажу почему и научить врачей и нутрициологов правильно лечить это состояние потому что все дело не только в железе сегодня тоже это до вас донесу пожалуйста будьте внимательными я состою в членах ассоциации и европейской и российской ассоциации терапевтов и преподаю для нутрициологов в россии в лучших топовых институтах таких как миин у нас партнерство миин да у сибириан вел нас и это про и так спасибо сейчас мы начнем с очень важного момента это правда важно выявление симптомов почему я говорю что это важные симптомы потому что уже в этом моменте многие женщины проскальзывают пробрасывают они считают да что такого ну подумаешь я раздражительно подумающим своего ребенка сорвалась вечером подумайся я опять устала подумаешь у меня нет либидо да я ничего не успеваю и это как будто бы кажется нормальным на всех нас лежит огромная нагрузка и нам кажется что быть в таком состоянии ничего страшного да у нас какой-то момент начинают выпадать волосы у нас становится сухая кожа и нам кажется ну наверное это последствия к вид и мы не идем снова сдавать анализы посмотрите какие интересные симптомы может вызывать железодефицит обратите внимание на последний столбик одышка при казалось бы ранее спокойно переносимой нагрузки вы поднимались на третий этаж и было вполне ничего а сейчас у вас возникает это одышка и тахикардия очень много пациентов кругами ходит по кардиологам пока выяснится что у них на самом деле дефицит железа обращайте пожалуйста внимание на этом давайте чуть-чуть поговорим о том вообще роли до железа нашем организме все знают что такое гемоглобин да кто сдавал общий анализ крови поднимите руки отлично молодцы и теперь смотрите что делает гемоглобин он переносит кислород базовая у него такая функция гемоглобин в котором составе которого железо как раз разносит кислород и обеспечивает питание всем нашим клеткам и тканям вот что вы сейчас чувствуете до вас у всех симптомы гипоксии так вот представляете когда железодефицит в организме женщины она постоянно в таком состоянии постоянно утро вечер вот как вы например чувствуете сейчас себя и здесь очень важный момент я на этом прямо становлюсь проблема которая сейчас существует везде в поликлиниках у врачей терапевтов это не до диагностика вот вы многие подняли руки сказали что вы сдавали уровень гемоглобина смотрели уровень гемоглобина у нас в норме посмотрите для вас приведены цифры у женщин и мужчин они немного разные и у женщин должно быть не менее чем 120 грамм на литр не менее то есть 120 это минимум если вы хотя бы на единичку опустились у вас уже диагноз анемия прям диагноз а теперь смотрите какой парадокс как правило вы сдаете анализы и у вас терапевт видит гемоглобин 120 или чуть выше и что он вам говорит что говорит все хорошо но вы продолжаете чувствовать эти симптомы и вот здесь обязательно нужно сдавать анализ который показывает наличие латентного или скрытого железодефицита это очень важно это ферритин и он должен быть не менее 50 это важно не менее 50 у всех людей начиная с шести месяцев шести да у мужчин конечно ферритин должен быть выше вообще проблема железодефицита не совсем мужская проблема и у мужчин он должен быть в районе 100 150 это идеально то есть давайте зафиксируем эту тему обязательно нужно проходить правильную диагностику мы сдаем не только общий анализ крови но и издаем ферритин для того чтобы посмотреть железо содержащий белок депо железа в организме на каком уровне до смотрим сюда на график наш бассейн железом скорее полон или скорее пуст это очень важный момент кто в группе риска безусловно женщины репродуктивного возраста и это понятно потому что у нас начиная с 12 и 13 лет происходит ежемесячные потери крови если мы не восполняем их испытания если мы как сегодня уже говорил спикер не едим белковую пищу а у нас источники железа в основном это все-таки белковая пища это мясо это красное мясо то мы сразу же начинаем приходить к этому дисбалансу поступления и потери плюс еще если добавляются какие-то определенные факторы которые скажу ниже вы очень легко скатываетесь в эти потери беременной женщины безусловно мы создаем новый организм нам у нас идет повышенный расход и вот здесь очень высокие риски смотрите в третьем триместре женщина начинает активно отдавать железо для того чтобы ваш ребенок создал пол железа свой пул и родился здоровым если вам нечего отдавать он родится сразу в дефицитном состоянии и у него сразу будут проблемы и у него сразу будет и низкий иммунитет в том числе потому что железо на это очень влияет поэтому если вам попадают клиентки которые уже беременны вы можете ими заниматься это о чем я сегодня вам расскажу дает вам на это полное право подростки действительно подростки плохо едят они отказываются от многих продуктов они едят довольно мусорную пищу мы не можем за ними следить и мамы всех девочек подростков на этом фоне девочка начинает менструировать она опять начинает терять кровь а здесь учеба егэ повышенные требования и подросток просто упускается вами пожалуйста обращайте на это внимание наши родители пожилые у них совсем другой механизм появления железо дефицита это связано больше с особенностью работы их жкт низкая кислотность опять же сложности с пищеварением животной пищи с перевариванием и так далее и конечно же вегетарианцы которые осознанно отказываются от приема мясной пищи что очень нам важно учесть еще раз дефицит железа в питании обильные месячные если у вас есть этот фактор обязательно задавайте вопросы своему гинекологу как мы можем это решить что мне нужно исключить и так далее потому что даже если вам сказали что у вас все хорошо гинеколог должна вам предложить другие варианты и это не всегда контрацептивы у них есть учебники и у них есть конкретные пункты решения этого воспалительные процессы всегда знайте что если у вас есть хоть какой-то воспалительный процесс в организме он неименуемо приведет дефицита железа это связано с особенностями работы гормона гипсидина и всасывание железа и конечно же низкий уровень витаминов чуть позже я об этом скажу еще раз и так чем в основном мы в первую очередь начинаем лечить анемию железо дефицит кто знает в основном это железо хорошо кто пил какое-то железо например двухвалентное трехвалентное из аптеки да ну не поверю что так мало людей правда кто пил поднимите руки конечно да да согласитесь что эти препараты очень трудно переносятся у нас действительно этих групп много двухвалентный трехвалентный есть внутривенное железо есть внутримышечное никогда не вздумайте это сделать до поставить себе внутримышечное железо очень много будет осложнений сейчас же на рынке самое популярное самое эффективное железо это хилатное железо вот теперь давайте остановимся на этом слове хилатная хочу чтобы вы были очень умными и подкованными не терялись когда вы общаетесь с нутрициологами или врачами что такое хилат это когда любой микроэлемент это может быть железо это может быть магний это может быть цинк он объединен с хилатирующим агентом это аминокислота то есть когда мы говорим хилатное железо в нашем случае без глицина железо это объединение микроэлемента аминокислотой аминокислота что делает она берет и тащит железо через стенку кишечника она протаскивает это железо так что кишечник даже не понимает то есть нет никаких побочных эффектов воспалительных реакций оксидативного стресса и так далее то есть максимально происходит все быстро и еще у хилатного железа есть такая особенность вот в основном железо всасывается 12 перст на кишке у хилатного железо есть нюанс такой что он и в 12 перст на кишке всасывается и на протяжении всего кишечника представляете то есть всасываемость повышается до 90 процентов если все знают препарат сербифер дурлес он всасывается на 10 максимум 20 процентов представляете какая колоссальная разница при этом у вас не возникает никаких побочных эффектов сейчас я бы хотела показать вам новый продукт от siberian wellness пожалуйста внимание на экран вдохновляют люди которые просто излучают энергию и получают максимум позитивных эмоций это легко если скрытый дефицит железа не стоит на пути сделай жизнь яркой добавив в рацион хилат железо серии women's health siberian wellness во время беременности биодоступная форма помогает будущей маме сохранять активность и бодрость а малышу развиваться здоровым и срок в зрелый период этот максимально комфортный продукт заряжает энергией и позитивно влияет на самочувствие целлюлозные капсулы не содержат компонентов животного происхождения и идеальный для веганов восполнять дефицит железа рекомендуется всем женщинам репродуктивного возраста ахилла железа women's health помогает избавиться от слабости и раздражительности и повысить работоспособность даже в самые деликатные дни вдохновляя людей бесконечной энергией безмятежным спокойствием и красотой живи ярко сайбиром wellness поаплодируем это действительно отличная новинка и еще раз хочу обратить ваше внимание на плюсы посмотрите биодоступность более 90 процентов это действительно очень высокий процент посмотрите что разрешено в период беременности официальное разрешение у вас есть и мы знаем эту категорию женщин который действительно очень очень переживает за своего будущего малыша и им важно видеть эту строчку и целлюлозные капсулы которые освобождают железо в нужном отделе нам тоже с вами очень важно чтобы капсула не растворилась в желудке а прошла чуть дальше и всасывалась уже на протяжении всего кишечника давайте поговорим о дозировках и сравним два вида железа которые сейчас у нас есть сибирин wellness и когда в каких случаях вы должны использовать какое во первых давайте посмотрим на дозировку у нас в хилат нам железе без глицинат из железа от сибирин волосы в одной капсуле 20 миллиграмм 20 миллиграмм это суточная доза железа вообще в принципе получаете вы ее из продуктов или например из нутрицептиков то есть 20 миллиграмм вы должны получать просто всегда еще 20 миллиграмм было бы здорово если бы вы принимали внутрь если вы подозреваете что вы плохо питаетесь у вас повышенные расходы и так далее то есть смотрите рекомендуемая дозировка от компании это две капсулы в день но теперь я хочу обратить ваше внимание на то что ситуации бывают очень разные я для вас приготовила вот такую краткую памятку она зависит как раз от тех анализов которые вы должны посоветовать сдать своим клиентам это гемоглобин и ферритин и здесь очень важно я хочу обратить внимание вашему на верхнюю строчку не бойтесь давать большее количество капсул потому что рабочая дозировка при очень сложных ситуациях когда уже у вас действительно вы работаете с диагнозом анемия когда гемоглобин действительно низкий это до 100 миллиграмм когда вы берете по две капсулы два раза в день у ваша дозировка становится 80 миллиграмм это очень близко к лечебной так вы будете получать больший эффект за короткий срок еще здесь я бы хотел обратить ваше внимание на сроки вот нет никакой стандартные рекомендации по приему 5 месяц или пейте два месяца на самом деле вы должны употреблять рекомендовать прием препаратов прием продукта до тех пор пока женщина не достигнет своего целевого уровня в воздушных рекомендациях лечение анемии может занимать до шести месяцев это довольно длительный процесс если женщина не решает причины анемии в этот момент она возможно будет принимать это железо на постоянной основе понимаете то есть если причина не убрана если все остается по-прежнему если например у женщины это сохранение обильных менструаций значит железо принимается на постоянной основе в профилактической дозировки вы сначала работаете над тем чтобы повысить до целевых уровней до целевые уровни кто помнит ферритин 50 дай гемоглобин выше чем 120 грамм на литр и потом переходим на поддерживающую дозировку это важный момент не бросайте своих женщин потому что если вы довели до нужных цифр и бросили через три четыре месяца все вернется на круги своя поэтому очень важно решить проблему выяснить почему возникла такая ситуация и давайте здесь уделим время причинам самым частым все таки это восполнение кофакторов тех витаминов и микроэлементов которые влияют на запасание железа в организме то ситуация при которой железо высокая в крови а ферритин низкий довольно чисты железо может быть достаточно но она не усваивается поэтому обязательно контролируйте ну я конечно как врач рекомендую делать это через анализы витамин b12 b9 цинк и медь и обязательно еще также проверяйте гормоны щитовидной железы проверяйте как работает ваша щитовидная железа и контролируем общий белок кто знает уровень общего белка какой должен быть 75 отлично здесь нутрициологический угол видимо круто и так общий белок биохимическом анализе крови должен быть 75 не ниже это важно для решения всех этих дефицитов у сибирин вел нас есть все я хочу обратить ваше внимание на это поэтому занимайтесь своими клиентами полноценно комплексно качественно обращайте их внимание на этом и конечно лечение и решение проблем по железо дефицит очень сильно меняет качество так как я веду очень много образовательных проектов и курсов онлайн я вижу разницу между состоянием женщин до и после безусловно прибавляется больше силы появляются новые проекты возобновляется отношения в семье получается уделять время детям это качественное изменение жизни всех женщин на этой планете я верю что мы с вами сможем нести в этом свою большую большую миссию